Итак, друзья, я приветствую вас на канале Миллион Кар. Сейчас мы находимся с вами на автокомиссе, на котором я вам в предыдущем выпуске обещал показать следующие автомобили. Вот этот ряд. А потом мы перейдем к рассмотрению этого ряда. В общем, друзья, все данные с данного автокомиса находятся в описании. В общем, не забудьте подписаться, поддержать нас лайком. Можете даже прокомментировать, если вам понравился какой-то автомобиль. И, конечно же, меня зовут Вадим, вы на канале Миллион Кар. Мы находимся в городе Белява. И мы начинаем. Поехали! Итак, а мы начинаем. Доллар у нас сегодня по-прежнему 4 злотых, 47 грош. Хорошо. А мы начинаем с этих автомобилей. Этот пока готовится, видимо, на продаже. Вот скоро появится. Ну, такой вот тоже симпатичный Fiat стоит, да? Ну, да ладно. А мы пока рассмотрим первый автомобиль. Правда, данных здесь нету. Но вот такая вот Volvo, друзья, продается здесь и сейчас. Слегка притонированные передние окна. Вот, закос на американца. Ну, да ладно. Давайте быстренько рассмотрим салон. Так, ну, что здесь у нас имеется? Кожаный салон с такой вот строчкой. На коробке механика. Два больших подстаканника. Механическая коробка передач. Шестиступка. Черный кожаный руль, друзья. Все практически в хорошем состоянии. Дали подлокотник. Ну, что я вам скажу. Отличный Volvo за свои деньги. Как по мне. Ну, как за свои. Скоро, конечно, вы увидите это все на сайте. Там все данные, все будет в описании. Ну, да ладно. Так, все данные, все будет в описании. Прекрасно. А что здесь у нас дальше идет? А здесь у нас идет такой вот Сузуки, друзья. Сузуки, если я не ошибаюсь, это Сузуки Лиана, если я точно помню. А ну, давайте посмотрим быстренько. Да, это Сузуки Лиана, я точно помню. Просто я видел их раньше в основном в седанах, а тут прям появился в универсале. Но, опять же, данных ничего нет. Вот кожаный, ой, кожаный. Тханевый такой, практически, как новый салон. Руль в хорошем состоянии, друзья. Комплектация достаточно хорошая автомобиля. 4 стеклоподъемника. Подлокотник, к сожалению, не дали, но есть возможность его поставить. Вот механическая коробка передач, 5 ступка. Вот очень много кнопок. Ну, про все остальное, друзья. Понимаете, да? Вот и сзади есть такой вот салончик, тоже в хорошем состоянии. Вот такой вот автомобиль, продается здесь и сейчас. Опять же, все данные, все будет на сайте, к сожалению, пока этот автомобиль готовится. Так, ну, а здесь у нас вот такая вот кияшка. К сожалению, тоже данных нет. Ну, вот такой вот маленький обычный городской хэтчбэк. Вот здесь имеется. Здесь у нас такой тканевый салон. Машина, опять же, готовится. Все, скажем так, вот на продажу. Здесь вот уже есть комплект сменных колес, сменной резины. То есть, ну, неплохой автомобиль. Я думаю, скоро вы увидите на него цену, если будете мониторить сайт. Вот, чисто для города отличный автомобиль. Жалко, что, правда, противотуманки не дали. Ну, да ладно. Мы быстренько рассмотрим следующий автомобиль. Здесь у нас уже идет Opel Vectra C в кузове универсал. Вот в таком вот темно-темном синем таком цвете. Это у них называется черная смородина. Вот, состояние кузова немножечко отпискоструйное, но ничего страшного. Ну, да ладно. Давайте быстренько засчитаем данные. Это у нас Opel Vectra C в кузове универсал 2004 года. 500 тысяч пробега. Двухлитровый 2.2, вернее, дизельный двигатель на 125 лошадиных сил. Стоит эта машина 3000 злотых. Это у нас 670 долларов. Вот такой вот универсал семейного формата. Правда, 500 тысяч пробега. Но, друзья, как по мне, для 500 тысяч очень такое еще достойное состояние. Вот. Ну, да ладно. Давайте быстренько рассмотрим салон. Вот. Итак, что здесь у нас по салону? Водительская, конечно, подизношена. Вот требует химчистки. Вот механическая коробка передач, пятиступка. Руль, конечно, подизношен. Но, друзья, вот такой вот автомобиль продается здесь и сейчас. Есть 4 стеклоподъемника. Ну, друзья, скажу вам так. Гонять на работу, гонять, так сказать, до прации. Самое то. Самое то с комфортом и с ветерком, так сказать. Ну, это есть сегодня, здесь и сейчас. Удивительно, что эта машина еще на ходу. То есть, это очень надежный двигатель. Проверенный временем. Вот. Ну, да ладно. А здесь мы переходим к достаточно уже редкому автомобилю. Это у нас идет ровер. Ровер последних лет. Давайте зачитаем данные. Так, это у нас ровер 75-й в кузове Universal 2016 года. С двигателем BMW. Я так понял, какой-то CR. Честно сказать, не знаю. Двухлитровый дизельный двигатель. 131 лошадиная сила. Стоит эта машина 11400 злотых. Это у нас 2500 долларов. Друзья, 2500 долларов. Ровер в кузове Universal. Очень живом состоянии. Честно скажу, очень живое состояние внешне. Вот с двигателем от BMW. Ну, как мы знаем. Как мы знаем. Ровер в свое время имел дело с Hyundai и с BMW. И BMW наконец-то купила этот концерт какое-то время. Еще подержала, поработала. А потом просто-напросто они их закрыли. И ровер прекратил свое существование. Ну, в общем, друзья. Давайте быстренько рассмотрим салон. История это, конечно, хорошо. Но надо смотреть машины дальше. Черный кожаный салон с боковой поддержкой. Подлокотник. Огромный подлокотник. Механическая коробка передач. Пятиступка. Руль. Руль практически как новый, друзья. Ну, честно вам скажу. Состояние салона действительно в хорошем. Вот. И четыре стеклоподъемника. Ну, друзья. Сзади тоже-то что-то по-казурному. И что там у нас ущет? И двухзонный климат-контроль. О-о-о. Слушай. Не, хороший автомобиль за 2500 баксов. Реально хороший автомобиль. Еще и с двигателем BMW. Хотелось бы, конечно, посмотреть на этот двигатель. Ну, да ладно. Очень хороший автомобиль за свои деньги. Прикольно, прикольно. Ну, да ладно. А мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. А здесь у нас идет такой вот, сказать, Fiat Grand Punto 2008 года. 1.4 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 13 400 зл. Это у нас 3000 долларов, друзья. 3000 долларов стоит вот такой вот автомобиль. В красном таком, ярко выраженном цвете. На таких вот низкопрофильных дисках от компании Fiat. Ну, честно сказать, очень симпатичный автомобиль. Очень симпатичный. Но я бы еще добавил тонировки, если честно. Вот. С тонировкой она бы смотрелась бы гораздо лучше, как по мне. Ладно. Давайте посмотрим, что там у нас с комплектацией. Так. Ну, что мы имеем? Тканевый, живой, практически как новый салон. Руль. Руль чуть-чуть слегка подвесношен, но в хорошем состоянии. Вот. Есть два стеклоподъемника, к сожалению. Сзади идут уже весла. Подлокотник они не дали. Механическая коробка передач, пятиступка. Вот. Магнитолы тоже, смотрю, уже поменяли. Есть кондиционер. Вот. Ну, друзья. Все равно неплохой автомобиль за свои деньги. Вот такой вот, друзья, автомобиль продается здесь и сейчас. Как по мне, очень даже выгодно и очень даже симпатично. Вот. Ну, да ладно. А мы переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Здесь, конечно же, у нас уже кусочек Шкоды. Кусочек Шкоды, так сказать, вернее, не Шкоды, а истории Шкоды. Вот. Тоже в живом таком состоянии внешне. Вот. Дверь, правда, что-то непонятно. Какую-то часть, походу, или перекрашивали, или меняли. Непонятно. Ладно, это все фигня. Давайте посмотрим, что там у нас по салону. Состояние водительского сидения достаточно хорошее. Вот. Немножечко почистить надо, но ничего страшного. Вот. Немножко давленное. Руль, руль как новый. Удивительно. Никогда не видел такую руль. Конечно же, четыре весла, стеклоподъемников нет. Но удивление. Вроде бы, как вижу, есть... Да, есть кондиционер. С ума сойти. Прикольно. Ну, в общем, друзья, вот такой вот автомобиль. Цены, правда, нету. Ну, вот такая машинка продается здесь и сейчас. Кто любит вот такой вот немножечко кусочек истории, то эта машина для вас. Ну, да ладно. А мы пока перейдем к рассмотрению следующих автомобилей. Так. Ну, слушайте, ну, симпатично, симпатично. Диски тоже очень... Вот мне что-то нравятся эти хэтчбеки от компании Fiat. Это у нас Punto уже, да, пошел новый. Ну, вот симпатичные они, особенно на таких вот колесах. Ух, не, хорошие тапки, хороший стиль. Ладно, давайте рассмотрим данные. Это у нас Grand Punto в версии Sport. Окей. 2007 года. 1.4 бензиновый двигатель на 95 лошадиных сил. Стоит эта машина 13 400 злотых. Это у нас, опять же, те же 3000 долларов, друзья. 3000 долларов за вот такой вот двухдверный хэтчбек. Вот. Очень-очень хорошее состояние кузова. Кузов практически как новый. Я в нем вижу свое отражение полностью. Вот. Сзади такая вот легкая заводская тонировка есть. Давайте быстренько рассмотрим салон. Так. Ну что, друзья, я вам могу сказать. Сидения как новые. Такие тканевые, со строчкой. С боковой поддержкой. Вот. Подсередине какие-то непонятные мне стразики или что это такое. Подлокотник дали. Механическая коробка передач, шестиступка. Руль как новый. Вот. Два стеклоподъемника. Слушайте, ну, скажу вам так. Хорошая комплектация на такой автомобиль. Очень хорошая комплектация. Может и действительно это и есть спорт. Но, друзья, как по мне, очень нравится. И клиренс тоже очень хороший. Вот. Как по мне. Высокие автомобили тоже на спорте. Ладно. Давайте рассмотрим следующий автомобиль. Ну а здесь у нас уже идет вот такой вот автомобиль. Более для таких вот современных людей, которые любят постоянный движ, по городу там или я не знаю. Вот. И это у нас мини-купер. Вроде у нас был еще в самом первом выпуске. Ну да ладно. Давайте прочитаем данные. Это у нас мини-купер. Первый. 2004 года с 1.4 дизельным двигателем. Стоит эта машина 7400 злотых. Это у нас 1650 долларов, друзья. 1650 долларов. И вы имеете вот такой вот, друзья, современный и для своих лет очень симпатичный автомобиль. Для людей, которые любят движковать, которые любят постоянное движение. Вот такой вот автомобильчик. Ладно. Давайте рассмотрим быстренько салон. Так. Что есть у нас по салону? Тканевое сидение. Практически как новое. Очень хорошо. Подлокотник, к сожалению, не надалит. Да он тут, собственно, и не надо. На нем надо только стабильно колесить по городу и крутить рулем. То есть некогда расслаблять руки. Вот. Руль. Руль кожаный. Практически как новый. Далее кондиционер. Огромная какая-то такая торпеда интересная. Вот механическая коробка передач, шестиступка. Ну, друзья. И два стеклоподъемника. Вот такой вот автомобиль продается здесь и сейчас. Как по мне, симпатично. Симпатично. Ну, да ладно. А мы пока перейдем к рассмотрению следующего автомобиля, друзья. Так. Ну, а здесь у нас уже идет Citroёn C3. Вот такой вот он. Здоровенный, конечно. Предыдущее поколение было меньше. Вру. Это не C3, это C4. Удивительно. Ну, да ладно. А мы быстренько рассмотрим данные. Так. Это у нас Citroёn C4 2009 года. С мощностью 110 лошадиных сил, 1,6 бензиновый двигатель. Стоит эта машина 12 400 злотых. Это у нас 2770 долларов. 2770 долларов стоит вот такой вот Citroёn. В очень живом состоянии, если честно. Вот. Ну, как по мне, как по мне. Ну, симпатичный хэтчбэк для города. Симпатичный. Я надеюсь, там нет таких проблем с электрикой, как вот, допустим, в Renault, да? Ну, да ладно. Давайте быстренько рассмотрим салон. Так. Что здесь у нас по салону? Водительское сидение сбоку слегка подизношено. Ну, как подизношено? Немножко порвано. Ну, да ладно. Ничего страшного. Есть подлокотник такой черный, кожаный. Вот. Механическая коробка передач, пятиступка. Руль. Руль в хорошем состоянии. Вот. Что там у нас по стеклоподъемникам? М4. Нет, вру. Да. Два стеклоподъемника. Сзади уже стоят весла. Вот. Ну, ладно, друзья. Хороший автомобиль за свои деньги. Не будем долго зацикливаться. А мы переходим к рассмотрению следующих автомобилей. Так. А здесь у нас уже вот такой вот Opel Astra в кузове универсал. В таком серебристом цвете. Очень живое состояние кузова. Ну, да ладно, быстренько рассмотрим данные. Это у нас Opel Astra 3 в кузове универсал 2007 года. 100 лошадиных сил. 1,9 дизельный двигатель. Стоит эта машина 11 400 злотых. Это у нас 2,5 тысячи долларов. Друзья, 2,5 тысячи долларов стоит вот такой вот Opel Astra здесь и сейчас. Быстренько рассмотрим салон. Что там у нас по салону? Так. По салону. Подлокотник, к сожалению, не дали. Живые тканевые сидения в сером таком цвете. Вот. Черный такой вот кожаный руль. Достаточно в хорошем состоянии. Есть круиз-контроль уже вижу. Очень прекрасно. Магнитола стоит родная сидишная. Есть кондиционер. И, к сожалению, два стеклоподъемника. А сзади уже стоят весла. Ну, ничего страшного. И сзади салон тоже в достаточно живом состоянии. Ну, то есть, вот такой вот автомобиль продается здесь и сейчас. Ну, да ладно. А мы рассмотрим уже последний автомобиль в этом выпуске. Это у нас идет Volvo. В кузове универсал. В кузове универсал. Я, правда, не совсем понимаю, зачем они интересные вот такие вот логотипы ставят. Я как будто только тут... А, тут олень изображен. Я думал, как вот в Феррари, знаете, вот только там конь изображен, а здесь олень. Только зачем? Не понимаю. Ладно, что лось, не знаю. Короче, давайте быстренько рассмотрим. Ну, сами оцените, лось это вроде или олень. Напишите в комментариях, пожалуйста. Вот. Ну, не пишите только олень, это ты, не надо. Ладно, давайте быстренько рассмотрим, что там у нас по данным. Это у нас Volvo V50. Кузове универсал с полным приводом на 220 лошадиных сил. 200 тысяч пробега. 2,5 турбо дизель. Вру. 2,5 турбо бензин. Вот. И стоит эта машина 22 400 злотых. Это у нас 5 тысяч долларов. Друзья, 5 тысяч долларов. И мы имеем вот такую вот Volvo на полном приводе. На 220 кобыл. Офигеть. Что я могу сказать? Смотрите, сзади две какие трубы стоят, а? Слушайте, ну, внушает. Внушает доверие такой автомобиль. Очень, очень хорошо. Очень хорошие данные. Очень хорошие характеристики, как по мне. Так, есть, есть такой вот тканевый салон. Вру. Да, тканевый салон. Вот водительская. Чуть-чуть там снизу что-то так непонятно там происходило. Но ничего страшного. Далее вот такой вот подлокотник. Руль. Руль практически как новый. Но есть, конечно, слегка подизношен. Есть мультимедиа. Вот. Механическая коробка передач. Шести стопка. Вот. 4 стеклоподъемника. Климат-контроль. Друзья, ну тут нормальный фарш такой, да? Слушайте, ну, отличный автомобиль. Как по мне, очень даже, очень даже хороший. Честно вам скажу, мне такие автомобили даже что-то вот начинают нравиться. Спокойный вроде бы, а потом узнаешь, что у него под капотом 220 кобыл. И плюс ко всему этому еще и полный привод. Ну, то есть, как-то так. Ладно, мы рассмотрели вот эти все автомобильки. Автомобильки, прекрасно. Ну, а сейчас мы, наверное, переходим к завершению. Итак, друзья, мы рассмотрели достаточно много интересных автомобилей, которые продаются здесь и сейчас. Правда, на некоторых нету сценников. Но ничего страшного. Ничего страшного. Все это можно увидеть, будет на сайте. Вам все это покажут, там расскажут. Ну, в общем, напишут. В общем, ну, короче, все как обычно. В общем, ребят, ждите следующий выпуск. И я вам покажу вот эти вот автомобили, которые продаются здесь и сейчас. Там очень интересные автомобили. И я вам советую просто дождаться следующего выпуска. В общем, друзья, меня зовут Вадим. Вы были на канале Миллион Кар. Не забудьте подписаться, поддержать нас лайком. Всем пока. До скорых встреч. Пока.